Ролик создан при поддержке Тивиком Всем настоящий бойцовский респект, вы на территории ММА. У нас очередная горячая новость, но к профессиональным смешанным боевым единоборствам я бы ее относить не стал. Возня в поп ММА. Наверное такая формулировка подходит больше. Я скорее всего не стал бы об этом рассказывать, но тут дело коснулось нашего казахстанского бойца, а в таком случае ответка неизбежна. Сейчас подробности. Совсем скоро наши бойцы Жалгаджу Могулов, Арман Аспанов, Шевкат Рахмонов, Сергей Морозов, Мария Агапова и Дамир Исмогулов выступят на турнирах лучшей мировой лиги UFC. Как легко и с удовольствием посмотреть эти турниры. Я вам подскажу. Это UFC TV в приложении TV.com. Что нужно сделать? Скачать приложение по ссылке для Android или iOS на телефон, планшет или Smart TV. Зайти на сайт TV.com. Регистрация с помощью номера телефона. Вам придет SMS. Далее нужно зайти в личный кабинет и пополнить баланс на 2200 тенге. Затем в приложении в разделе подписки подключите пакет премиум. Все просто и быстро. С этого момента забудьте о поиске пиратских ссылок, которые постоянно банят. UFC TV вещает 24 часа. Архивы турниров доступны в течение недели. Смотреть можно на трех устройствах одновременно за одну подписку. Можно подарить свой аккаунт двум друзьям и смотреть бои UFC вместе. Все ссылки в описании. Итак, знакомьтесь. Марив Пираев по прозвищу Пиранья. Боец с рекордом 22 победы, 4 поражения и ничья. Я помню, когда впервые увидел Пираева в 2012 году на турнире Алаш Прайд. Скромный и хладнокровный он уверенно победил Шахвалата Юсубова. И меньше чем через полгода снова приехал в Казахстан и досрочно финишировал Ансагана Кусаинова. Казахстанец в том поединке считался фаворитом. Выглядел крупнее и на протяжении двух раундов действовал успешно. Но затем попался на удушение и проиграл. До 2015 Пиранья не знал поражений. Но затем на лондонском турнире польской организации KSV он уступил техническим нокаутом. Далее были две победы и поединок против Тофика Мусаева. Это именно тот Мусаев, который бился в Ryzen FC и идет на серии с 14 побед, из которых 12 досрочных. В 2018 году в Лиге Ахмат Тофик сбил с ног Пираева, начал добивать и рефери почему-то остановил бой. Я считаю, что он поторопился и должен был дать доработать эпизод. Но как бы там ни было, Пиранья снова закрыл поражение и выдал серию из 7 побед. На данный момент в его профкарьере два поражения к ряду. И в каждом из поединков было видно, что Мари физически не готов драться три раунда. После первых пяти минут бензин заканчивается. И далее на спущенных шинах Пираев пытается не проиграть. В ММА Пиранью практически не замечали. И мало кто слышал об этом спортсмене. Хотя определенное время Марифа вел сам Камил Гаджиев. Но их дороги в итоге разошлись. Крайний раз я виделся с Пираевым на турнире М1 Global в Астане. Мы тогда долго и познавательно поговорили. Мариф рассказал много интересных вещей, которыми я поделиться не могу. Это останется между нами. Еще до появления кулачных боев и до дебюта Дамира Исмогулова в UFC промоушен Аллаш Прайд хотел организовать бой между этими спортсменами, но не получилось. На самом деле Пираев воспитанный, уравновешенный и скромный человек. Хотя сейчас, как кажется, этого не скажешь. В какой-то момент он нашел свое место в разборках между кулачными героями, терках в поп-мм и успешно интегрировался в эту нишу. Если сейчас забить в поиск ютуба имя Мариф Пираев, то вам вместо боев выйдет большое количество интервью и пресс-конференций на тему бла-бла-бла, разборки с персом и прочая шелуха без всякой смысловой нагрузки. Пираев успешно играет свою роль и, кажется, уже справился с тем, что нужно перешагивать через какие-то принципы и морали. Эта игра – деньги не пахнут. Особенно показателен здесь его поединок с моряком накануне боя с Нагибиным. В обоих противостояниях Пираев проиграл, по сути, без шансов, не показав и половины своих возможностей. Теперь о суете с Куатом Хамитовым. Пирания выбрал самого одиозного казахстанского бойца, который в последнее время также больше привлекает внимание своими высказываниями, чем поединками. Последний серьезный оппонент Наймана – это Нариман Абасов. Бокова и Пантелеева я считаю откровенно слабыми соперниками на фоне Хамитова. Пираев пошел в атаку в агрессивной манере, и многие казахстанские фанаты приняли это всерьез. Хватит бегать от меня, когда ты со мной драться будешь. Как ты думаешь, он согласится со мной драться? Я думаю, что он согласится, да? Он боится меня, какой согласится. Давай подписывай контракт. Эй, Марив, брат, Сааммалек, я стопроцентно с тобой подерюсь. Если ты станешь чемпионом Дон-2, если выиграешь, особенно Перца и Третья Кякива, тогда мы с тобой подеремся, брат. Эй, старый брат, ты в натуре постарел конкретно, старая перхоть. Тебе что, обидно то, что я в этом доме за два боя получил больше, чем ты за всю свою карьеру, я не понял? Давай подписывай контракт, не бойся, сильно не буду бить. Бам-бум-двоечку дам, переведу из-за души, и все. Казахстан, алга! Эй, Марив, давай не будем говорить о деньгах, потому что людям будет смешно, какая бы сумма там ни была. А что касается, переведу, то в последнем бою я видел, как ты переводил. Раз ты так заговорил, Куат, подписывай контракт, и ты будешь 15 минут подо мной валяться. Хамитов отшутился, назвав все эти кулачные вакханалии Домом-2, и с таким определением я согласен. Слово за слово, и тут нарисовался еще один персонаж. Перс, люблю деньги, больше всего хайбати. С какого перепугу он накатил на Куата, я не понял. Хамитова, послушай, рот закрой, твой рот как говно, или я тебе рот закрываю, хорошо? Так еще раз со мной так разговариваешь, твое лицо сломаю на месте, так и что, успокойся. Видимо, почувствовав, что можно хайпануть за чужой счет, он вставил свои третина. Хайбати, Куат Хамитов дрался в клетке, когда ты еще в памперсах бегал. Имею уважение к старшим, не лезь, когда взрослые мужчины общаются. Э, Марит, я не хотел про это говорить, но сегодня мне Камил Гаджиев звонил, интересовался насчет боя, нашего боя. Он сказал, что я чересчур хорош для тебя. Он говорит, давай сделаем три на одного по одному раунду. Ты, там, перец красный и этот. Как его третий? Чершамбик. Чершамбик, да? Да. Что думаешь про это? Как мне кажется, главный бой вечера по правилам ММА Хамитов-Пираев мог бы стать украшением любого ивента. Два мастера слова, два борца, два ярких исполнителя, у которых больше миллиона подписчиков на двоих, могли бы мощно раскачать предстоящий поединок. Фанатам можно тренировать пальцы и настраивать Т9 для битвы в комментариях в соцсетях. Мне кажется, продолжению быть. Пираев и Хамитов понимают, как можно заработать и пока они еще в обойме, надо использовать такую возможность. На хайпе без ярких боев и зрелищных побед долго не проедешь, поэтому шоу начинается. На этом разрешите закончить. Напишите в комментариях, что вы думаете о предстоящем поединке и нравятся ли вам кулачные бои. Поддержите канал лайком и подпиской. Это будет чемпионская оценка за мой труд. И в любое время добро пожаловать на нашу территорию, территорию ММА.